Первый канал и компания «Телеформат» представляют Секундочку, девушка, сумочку покажите Простите, ты с какой стати? С какой стати? Слышали сигнал? Я по правилам обязан проверить вашу сумочку По правилам вы обязаны милицию вызвать, а копаться в моих вещах вы не имеете права Вы в самом деле не должны проверять сумки покупателя, это незаконно Милицию? Будет вам милиция Вот, пожалуйста Все, я могу идти? А вот это что? Я не знаю Это не мое, я не брала А с виду приличная женщина Это меня подкинули, я не брала Черт с вами, я не буду шум поднимать Но вы больше в этот магазин не приходите Идите, все, идите, идите Пойдемте, пойдемте Господи, стыдно-то как? Как будто в грязи изваляли Ну вы-то хотя бы мне верите? Да не брала я, ну неужели я сумасшедшина за три копейки на такой позор идти? Я вам верю Может быть вы просто сумку куда-то поставили и... И что, и вот это дешевое колье само туда упало? Я говорю вам, мне это подбросили Не знаю, успокойтесь Просто не ходите сюда больше и все Вас здесь никто не видел Да вы знаете, кто был рядом? Да все мои партнеры и коллеги по работе В перерыв женщины побежали развеяться по магазинам Завтра только и разговоров будет, что об этом Это кто-то нарочно делает, чтобы мне навредить Вы думаете, это первая гадость? Я не знаю, кто это делает, но когда узнаю, мало не покажется Мы можем вам помочь, я работаю в детективном агентстве В конце дня Альбина Тихонова пришла в офис детективного агентства Меня в эту компанию подруга позвала, сказала, перспективы хорошие И действительно так и получилось Года не прошло, я уже заместитель генерального директора А кто вас назначил на эту должность? Сам генеральный назначил, Валерий Николаевич Круглов Я, честно говоря, сначала боялась такой ответственности Но не отказываться же от такого предложения Ну вот, Альбина Викторовна, приказ подписан С завтрашнего дня приступайте к новым обязанностям Валерий Николаевич, вы уверены, что я справлюсь? Абсолютно уверен Главное, слушаться меня и не вешать нос Вот так Хорошо, постараюсь Галочка, сделай нам, пожалуйста, кофе Альбина, вы какой любите? Черный или со сливками? Я люблю Потом кто-то стал мне пакостить Прятать мои документы, путать их между собой Я по часу каждую бумажку ищу Я не помню уже сама, что я сделала, что нет А вы не пробовали кабинет запирать? Не принято у нас кабинет запирать У нас же полная демократия, доверие Семья, а не коллектив Ведь этот гад или гадина Он специально отобивается того, чтобы я сделала какую-то ошибку Чтобы я опозорилась перед всеми И так целыми днями сижу на работе до вечера Мужа с детьми совсем не вижу Выпейте водички, успокойтесь Спасибо Видите, нервы совсем не к черту стали А то, что с этим дурацким колье произошло Я просто не понимаю А может быть у вас в коллективе есть недоброжелатель? Ну, завидует вам или претендует на вашу должность? Ну, откуда же я знаю в лицо-то Они все очень любезные Что там за спиной говорят? Хотя, вот Галка хамит все время А это кто? Галя Сопрыкина, секретарша Круглова Только на мое место ей все равно не попасть У нее мозгов не хватит У них раньше роман был с Валерием, как говорят И потом он ее бросил И она за что-то взъелась на меня А у вас с вашим начальником отношения, простите, сугубо деловыми? Простите, но я замужем То, что он на меня заглядывается, это его проблема Ну, характер у человека такой Баб он любит Юля с помощью Альбины Тихоновой Устроилась курьером в ее компанию И установила там скрытые камеры Юлька, быстро дуй В кабинет к Альбине, там Сопрыкина Да, сейчас Смена караула Не офис, а проходной двор какой-то А вы теперь вместо Альбины Викторовны? Нет, деточка, не я Альбина Викторовна уехала на выставку и забыла свое приглашение Куда же она его подевала? А, вот оно Это у вас почта? Да А что ты с ней гуляешь? Я сейчас разложу Женщина, которая рылась в столе Альбины, вышла из офиса Помощник установил за ней наблюдение Вот, передай своей Маше растеряше Спасибо И закрой глаза, открой рот Ммм, боже мой, как вкусно Что мы без тебя делаем, Людмилочка? Алексей Викторович У меня тут пара интересных кадров есть Надо бы их клиентке показать В тот же день Алексей Насонов показал фотографии Альбини Зашигали, заходила в ваш кабинет, оставила на столе какие-то бумаги Потом вот эта женщина долго рылась у вас в столе А после она встретилась, сверилась с этим мужчиной И передала ему какой-то сверток Может, это и есть ваши недоброжелатели? Нет, ну что вы, это Люська Зайцева Это подруга моя Мы с детства дружим с ней В одном доме жили, в одной школе учились А это мой муж Сережа Так это ваш муж? Да А почему же она его так трогательно кормит пирожками? Ну, она всех кормит Пирожками, котлетками, борщами Наготовит на Маланину свадьбу А потом несет нам, я думаю, это много А почему она сама побежала к нему с приглашением? У вас что, курьер нет? Да нет, ну это совсем не то, что вы думаете Ну, Люська, ну вот она просто такая Она всем помогает Такой добрый ангел А вам не кажется, что добрый ангел просто хотел встретиться с вашим мужем? Ну, не без этого, конечно Она еще в школе за Сережкой бегала Ну, уж раз у нее тогда ничего не получилось Теперь-то тем более А вы не ревнуете? Моего мужа? Ну что вы Нет, абсолютно Он однолюб Люську жалко, конечно Ну, пусть хоть так На улице с пирожками Надо же ей заботиться о ком-то А вы не будете заражать, если мы дома у вас остановят скрытые камеры? Ну, так, для подстраховки Только мужу ничего не говорите Ну, хорошо Если надо Даже интересно Простите, мне пора Алло, Юля Я показал Альбине фотографию Ну, в общем, Зайцева у нее вне подозрения Она ее даже серьезно не воспринимает Но ты на всякий случай все-таки присмотри за ней Детективы продолжали следить за кабинетом Альбины Тихоновой Вот дает, а И не боится же, что ее застукают Добрый день А вам тут не скучно одной? А я вам заявку принесла Валерий Николаевич просил составить план работы И где же она? Кто она? Заявка А, заявка Да вот же она На столе А вы тут неплохо ориентируетесь Может, получше вашего Спасибо, вы свободны Да, Валерий Николаевич просил сделать работу срочно Сегодня к шести часам Если у вас что-то не получится Можете обратиться за помощью Более опытным сотрудникам Это совет Валерия Николаевича или ваш? Мой Я здесь побольше вашего работаю И мне не безразлично А то подведете компанию Стыдище Федор, ты видел? Это не организация Это змеепитомник Да, уж видел Сейчас позвоню Алексея Викторовича Пускай вызывает клиентку Приветствую Как успехи? Надеюсь, план работы готов? Нет, я как раз сейчас над ним работаю Он нужен мне кровь из носу Срочно У меня уже назначена встреча Я постараюсь Я успею Только, пожалуйста, дорогая, повнимательней Потому что в прошлом плане были ошибочки Мелкие, но досадные Как? Неужели ошибки? Так неужели я все сделала неправильно? Ничего страшного На ошибках учатся А вы учитесь быстро Я это ценю Скоро смогу спокойно уезжать Оставлять все дела на вас Но ведь вы пока никуда не собираетесь? Пока нет Через недельку, полторы Как? Уже через неделю Альбиночка, душа моя Вы прекрасно справитесь Я в вас верю Валерий Николаевич Я давно хотела вам сказать Галя Хамит Тяжелый характер у девочки Ну, работник прекрасный Я с ней поговорю Потерпите Да, чуть не забыл Вы мне нужны сегодня вечером Как? Почему вечером? Пойдете со мной в ресторан На деловую встречу Пора вам учиться Проводить переговоры А в чем проблема? Можешь, дети? Нет, нет Все в порядке Я пойду Ну, а куда вы денетесь? Юля неотступно следовала за Зайцевой Ужин мы двоих покормлю Пока ты в ресторане Да, да, смогу Черные на шпильке И сережки перламутровые Да, знаю, где лежат Скажи, что же, Ангел Жди в офисе Я быстро В детективное агентство Обратилась Альбина Тихонова Она считает Что кто-то из сотрудников Пытается ее скомпрометировать Стало известно Что в кабинете Тихоновой В ее отсутствии Бывает два человека Ее близкая подруга Людмила Зайцева И секретарь Генерального директора Галя Сопрыкина У Галины Очевидный мотив Мстить Альбине Она ревнует к ней Своего босса Вот, посмотрите Как Галя Сопрыкина В конце рабочего дня Насонов решил показать Альбине Новый видеоматериал Что-то сдохло Ну надо же, зараза какая Так это все она Все эти фокусы Она мне подстраивала Убила бы Я думаю, что это ревность Она ревнует вас в Круглову И всячески хочет от вас избавиться Ревнует С ума сошла У нас же чисто деловые отношения Он мой начальник И больше ничего Ну это вы так думаете А в компании ходят сплетни Что Круглов и за вас бросил Галю И что вы стали его заместителем Не из-за своих деловых качеств А В общем, если вы пока еще не стали его любовницей Я? Любовницей? То станете ей в ближайшее время Я цитирую только сплетни Вашего коллектива Альбины Викторовны Какая гадость Нет, ну Валерий Николаевич, конечно Он добр ко мне Но у нас чисто деловые отношения Мы проводим много времени вместе Потому что встречи, переговоры Вы понимаете? Вы хотите показать им запись Круглова? Нет, что вы Если узнают, что я пустила сыщиков В офис меня просто уволят Ее надо Я не знаю, поймать как-то на горячем Простите, мне надо идти в ресторан И переговор В офисе помощница стала свидетельницей Любопытной сцены Красивый галстук, правда? Угу А кто тебе его подарил? Тихо, тихо Везде уши Ты подарила Большое тебе спасибо В ресторан идешь С этой дурой Альбиной Я иду на деловую встречу Она не дура Прекрати Кстати Нужно цветы купить Не сбегаешь? Что? Хорошо Я сам Ты думаешь, я тут буду как лохушка все это терпеть? Я ее отсюда со свету живу Она у меня пробкой вылетит Ты меня знаешь Галочка, дорогая моя Не надо на себя наговаривать Я тебя знаю В душе ты добрый Отзывчивый человек А цветы Нужны не для нее А навстречу для дела Отзывчивый А тебе Альбинка не рассказывала Как ее В магазине Поймали с ворованным колье? С ворованным колье? Что ты такое говоришь? А это я ей в сумку забросила А ее охранник на выходе И поймал Ты бы видел ее лицо Галочка Дурочка ты моя Ну что за детские шалости Ну как ребенок, ей богу А ты с ней еще Походи, походи по ресторанчикам Вот увидишь Что я сделаю Страшная женщина Роковая женщина Все Я спасаюсь бегством А столовиста, бэби Скотину непробиваемую В рот Ну ты у меня еще узнаешь Еще на коленях приползешь Альбина Свои серьги забыла на столе А я специально бегала Скоро она голову забудет Такая рассеянная стала Хоть в ресторан беги Альбиночки Вы были великолепны Все просто очарованы Спасибо, Валерий Николаевич Валера Просто Ва-ле-ра Ну что вы Присаживайтесь Я довезу вас прямо до дома Валерий Николаевич Тут рядом Я дойду пешком И слушать не хочу Присаживайтесь КОНЕЦ 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 Алексей Викторович, Круглов привез Альбину домой. Ага. Ну, значит, я свободен, да? Хорошо, понял. Да здравствуй, свобода. Утром следующего дня детективов ждал неприятный сюрприз. Алексей Викторович, вам Альбина звонила? Нет. А что-то случилось? Случилось. Альбина в милиции, ее подозревают в нападении на Галину Сопрыкину. Какое еще нападение? Когда она могла успеть? Вчера Круглов отвез Альбину домой. Федор сам это видел. Вот после этого на Галю и напали. Поздно вечером. А под утро дворник нашел ее с проломленной головой. И знаете где? Около дома Альбины. Так, этого еще не хватало. Сопрыкина жива? Жива. Пришла в себя и показывает, что напала на нее Альбина. Так, Юля, следи за всем, что происходит в офисе. Особенно за Кругловым. А я пойду к следователю. Привет. Так это твоя клиентка? Да. Улики очень серьезные. Потерпевший утверждает, что именно Тихонов ударил ее по голове. Утверждатель, она утверждает. Свидетели есть? Соседи слышали, как они ссорились под окнами. Кое-кто узнал соседей ее по голосу. Да и она не отрицает, что они ссорились. Альбина, вы расскажите, как все было? Господи, да я ведь в страшном сне представить не могла, что она меня караулит возле подъезда. Меня Валерий Николаевич довелся после ресторана до дома и уехал. А я домой торопилась, меня Сергей ждет. А тут она. Что-то ты припозднилась, мать семейства. А ты что тут делаешь? Тебя жду. Зачем? Зачем? А надо было давно к мужику твоему подняться и рассказать, как ты с начальником по кабакам шляешься. А как с ним в машинке была? Ничего, а? Он любит в машине. Какая же ты дрянь! А ну пошла отсюда, чтобы я тебя у моего дома больше не видела. А ты красавица! Кошка драная! Еще раз к Валерию подойдешь, без газ останешься, поняла? Психопадка! На себя посмотри курица ощипанная. Ну появись ты завтра на работе! Я тебя уволю! В два счета вылетишь! А ты дождешься! Посадят тебя за воровство! Воровка! Так это ты! Какая же ты стерва! Ну пошла отсюда, чтобы я тебя больше тут не видела! Походи, не прибила! Ой-ой-ой, напугала! Вот и все! И больше ничего не было! А Галина Сапрыкина утверждает, что вы ее догнали, подкрались и ударили камнем по голове. Да нет же! Ну как мне это доказать? Ударили сзади, значит она не видела, кто бил. А вещи этой Галины на месте? Зришь, корень! Сумочка исчезла! Да, вот это я! Я в свободное от работы время, я догоняю своих сотрудников, бью их камнем по голове и отбираю сумочки! Ну бред ведь! А может и правда? Банальное ограбление! Время позднее, место там тихое! А может, конечно, не ограбление! Но только ты понимаешь, грабителя в глаза никто не видел, а госпожа Тихонова на весь двор орала, прибью! Сориентировать ограбление несложно! Тем более, понимаешь, главная улика, нашли на месте преступления! Женская сережка! Альбина, вам знакома эта вещь? Да, это моя! Муж подарил! Я вчера их собиралась надеть в ресторан! Собирались или одели? Я не помню, мне их Люся принесла в офис, а потом я хотела надеть, а тут вы позвонили, я торопилась и, кажется, не надела! Да какая разница? Ну я же не била ее по голове! Я постараюсь это доказать! В детективное агентство обратилась Альбина Тихонова. Она считает, что кто-то из сотрудников пытается ее скомпрометировать. Детективы выяснили, что этим сотрудником была секретарь начальника Тихоновой Галина Сопрыкина. Неожиданно Галю находят около дома Альбины с проломленной головой. Придя в себя, она показала, что ее ударило Тихонова. На месте преступления была найдена серьга, принадлежавшая Альбине. Вот бабы, а! Не люблю я такие дела. А тебе не показалось странным, что Альбина сразу признала свои сережки? Она даже не думает вилять. Нет, а что толку вилять? Не надо, как родные бы признали. Ладно, есть еще одна зацепка. Соседи свышали, как приблизительно в то же время, когда была бы гречать, закончили. В одну въехала и сразу же укатила машина. Но это дохмое дело. А цвет, марка, номер машины? Никто не видел, тем на уши было. Ладно, попробуем выяснить. У меня тоже есть еще одна зацепка. Ладно, давай. Алексей Насонов договорился о встрече с Валерием Кругловым. Ну почему мне так не везет? Я уже собирался в командировку. У меня билеты в Женеву. Ну что я теперь буду делать без заместителя? На кого я оставлю дела? Валерий Николаевич, а вы знали, что между Альбиной Тихоновой и вашей секретаршей шла, в общем-то, настоящая война? Война? Ну, Галка что-то рассказывала. Ну, раз это война, так? Бабские свары. Я не думал, что... Ну, зря они думали. Между тем, Галя практически не давала Альбине работать. А вы не только этому не препятствовали, но и наоборот поощряли Галю. Да кто вам сказал такое? Ну что ж, я расскажу вам все. Я сразу обратил внимание на Альбину. Насонов пересказал помощникам разговор с Кругловой. Чтобы тот отвечал за грехи начальства. Ну, для Круглова это не грехи. Что значит грехи? Перекинули заказ фирмы друзей, заплатить им побольше, откат потом поделить. Вот только владельцам компании это могло уже не понравиться. Ясно, нужен был мальчик для битья. Точнее... Вот именно. А Альбина со своими амбициями и неопытностью идеальный вариант. Вот поэтому ее и сделал заместителем. Что было на кого свалить? Альбина боялась ошибиться и слепо следовала всем указаниям Круглова. А тут еще Галина со своей ревностью. Но это только на арку Круглова. Галя мешала Альбине работать, та нервничала и снаилась полностью управляемым. Ну, ему удалось втянуть Альбину в свои махинации? Клянется, что нет. Он как раз собрался в командировку, Альбина должна была за него подписывать договоры. А тут вот такая история. Мерзкий тип этот, Круглов. Жестокий. Да кто бы спорил, только от этого наша история не продвинулась ни на шаг. Вот что. Поедем-ка мы домой к Альбине, посмотрим, что там делается в ее отсутствии. Ну, а как же лучшая подруга Зайцева? Наш добрый ангел. Она ведь живет в том же дворе? Милиция ее уже опросила, говорит, что ничего не слышала. Легла спать рано. Странно даже при ее преданности семье Тихоновых. Могла бы соврать, придумать что-нибудь, чтобы помочь подруге. Федор, ты еще раз поговоришь лицами дома? Может, кто-то видел кого-нибудь подозрительного? И потом машина какая-то во двор приезжала. Кому приезжала? Зачем? Хорошо, сделаем. Алексей Викторович, а вы не верите, что Альбина могла ударить Галю? Ведь столько улик против нее. Да в том-то и все и делал, что улик столько, что как будто кто-то их специально собрал. Альбина ей угрожала, все слышали ссору. И потом, это Сережка на месте преступления. Сережка? Вы говорите, Сережка? Не Перламутровая? Перламутровая. Так я видела эти Сережки. На Альбине? В том-то и дело, что не на Альбине, а у Зайцевой в руках. Она принесла их ей из дому вместе с туфлями. А Тихонова забыла их в кабинете на столе. Людмила собиралась занести их Альбине в ресторан. Занесла. Ладно, этот кузырь оставим, но потом. Не понимаю, зачем мы сюда приехали. Детективы смотрели за тем, что происходило в доме Тихоновых. Ну, сидит. Тупо смотрит на бутылку. Сейчас пить начнет. А что ему еще остается? Бедолага. Жена в тюрьме. Мир рухнул. Ты, Юля, язвить прекрати. Смотри, у добрый ангел прилетел. Вот борщок принесла. А дети-то где? Люсь, не надо. Дети в деревне. Ну, ты сам-то поешь. А то ведь совсем уже с лица спал. Есть не хочется. Надо есть. Надо жить. Жизнь продолжается. Знаешь, мне дали телефон одного адвоката. Хороший адвокат только дорого стоит. Ну, еще продам машину, все будет хорошо. Ой, Сережа. Эти защитники, они только деньги с людей тянут. А толку? Мне сказали, что если возьмется, могут условно дать. А может, и оправдают. Ну, не могла Алина это сделать. Не могла. А кто, по-твоему, сделал? Сережка-то, Сережка. Наивный ты человек. Ты что думаешь, что в милиции дураки сидят? Ну, не может этого быть. Не может. Может, Сереженька, может. Ты разве не замечаешь, что с твоей женой творится? Она с этой новой должностью совсем другим человеком стала. Тебя с детьми забросила. Спасибо, хоть ночевать приходят. Люсь, на что ты намекаешь? Все так думают. И на работе, и в милиции. А деньги, Сережа, лучше сэкономить. Ведь у тебя же дети. Их поднимать надо. Как мне жить? Зачем мне жить одному? Ты не один, Сережа. Я с тобой. Дети с тобой. Надо привыкать жить без Альбины. Да, вот тебе и ангел. Я с тобой, Сережа, привыкай. Терпеть не могу таких, проныр. Да, лучшая подруга. И муж однолюб. Помощник тем временем обходил жильцов дома в поисках свидетелей ночного происшествия. Он опрашивал соседей в подъезде, где жила Людмила Зайцева. Скажите, вы были позавчера вечером дома? Смотря в какое время. За мной полдвенадцатого пришла машина. Я уехала в аэропорт. Сейчас только вернулась. Ага, так это за вами машина приходила? Да, такси. У меня полпервого был самолет, я улетала в Петербург на концерт. А что? Скажите, а вы не заметили что-нибудь необычное, когда выходили во двор? Нет, мой дорогой, мне было некогда смотреть по сторонам, я опаздывала. А что необычного, может быть, в нашем дворе? Да нет, ничего. Спасибо. Вы лучше спросите Люсю Зайцеву. Я тогда шла вниз, она как раз поднималась. У нас тут темно ночью, лампочка перегорела, но я ее узнала по запаху. От нее всегда пахнет тестом и ванилью. Она всегда печет. Ага, хорошо, спасибо. Я обязательно с ней поговорю. Молодой человек, а вы куда? Люся живет на пятом. Я понял, спасибо. В общем, Людмила Зайцева врет, что она спала и не слышала ссору Гали и Альбины. Соседка видела ее как раз в это время, она шла со двора домой. Молодец, про Зайцеву завтра поговорим со следующим. На следующее утро Насонова в машине застал звонок следователя. Здравствуй, у меня для тебя сюрприз. По телефону не скажу, подъезжай сам. Не бойся, приятно. Хорошо, сейчас буду. Насонов не успел обсудить со следователем последние новости, как Людмила Зайцева пришла просить свидания с Альбиной Тихоновой. Слушаюсь. Вы знаете, у меня прямо сердце кровью обливается. Неужели Альбина это сделала? Может быть, вам поискать получше в этом месте, где ударили Галю, вдруг найдется что-то, что сразу станет ясно, Альбина не виновата. Кстати. Вы не знаете, чье это? Это Серега Альбины. Выходит, это она? Не может быть, я не могу поверить. А с чего вы решили, что эту Сережку нашли на месте преступления? Может быть, потому что это вы ее туда подбросили? Я подбросила? Да что вы! Я же лучшая подруга Альбины. Ну да. Лучшая подруга, которая доставала все самое лучшее. Лучшие должности, лучшая семья, лучшие дети. Но самое главное, лучший в мире мужчина. И вдруг оказалось так просто от нее избавиться и забрать самого лучшего мужчину себе. Да что вы сочиняете? Я ничего не подбрасывала. А если там мои отпечатки, так я просто принесла эти серьги в офис. Вы принесли их в офис. И должны были принести Альбине в ресторан. Но не принесли. Из ресторана Альбина выходила без Сережек. Так это что, по-вашему, я Гальку по голове жандарахнула? Нет, это подвиг совершенно не вы. Не напрашивайтесь. Мы завержали настоящего грабителя Сапрыкина. Действительно сюрпризно. Что срочно молчал? Не успел сказать. У него нашли бумажник и кредитные карточки Галины. Он сейчас дает признательные показания. Ну вот, все и сложилось. Вы услышали ссору Гали с Альбиной и просто воспользовались ситуацией. Ну пошла отсюда, погоди, не прибила! Ой-ой-ой, напугала! Галя, ты меня слышишь? Из сознания. Надо скорую. Но я полагаю, что первым вашим желанием все-таки было позвать помощь. А потом вдруг вам пришла в голову другая идея. И вы подбросили Сережку Альбины на место преступления. И оставили лежать человека с пробитой головой без помощи. И все это только ради того, чтобы избавиться от своей лучшей подруги и подвести ее под уголовную статью. А теперь вы пришли к нам, чтобы убедиться, что оперативники нашли Сережку. И если бы они ее там не нашли, если бы ее кто-нибудь подобрал или утащили вороны, вы бы на ее место в кусты подкинули вторую Сережку, верно? И теперь уже вам, а не Альбине, грозит обвинение за оставление человека в беспомощном состоянии. Какое обвинение? Я ничего не сделала! Боже мой, я поверить не могу, что я дома. И все раскрылось благодаря вам, Алексей Викторович. Да вы лишь узнали, что из себя представляет ваша лучшая подруга Люся. Ваш добрый ангел. Ах, Люся, Люся, долго еще эти пирожки будут сниться мне в кошмарах. А что Галя? Ведь она меня нарочно оклеветала. И за это что-нибудь будет? Ну, Галя сама пострадавшая. Глупая, недалекая барышня. Она, кстати, уже отказалась от своих показаний, ссылается на провалы в памяти, сотрясение мозга. Да, Альбина, у вас действительно было много недоброжелателей. Да, ну зато хоть теперь их станет меньше. На работу приду, а там ни Люси, ни Гали. Красота! Я все-таки советовал бы он сменить место работы. Это вы о Круглове? Ну, этот номер у него не пройдет. Что такое? Да ничего, не переживай. Он просто хочет повесить на меня свои махинации, но у него ничего не получится. Слушай, Альб, будь поосторожнее, а то вляпаешься опять во что-то. Не переживай. Я, может, в тонкостях бизнеса не очень хорошо разбираюсь, но зато в людях замечательно. Вы уверены? Угу. Ну, тогда вы отважная женщина. А как же. Людмила Зайцева ждет суда. Валерий Круглов уволен. Обязанности генерального директора компании исполняет Альбина Тихонова. Галя выздоравливает и мечтает, что Круглов возьмет ее на новую работу.